Водоснабжение и водоотведение, а также подготовка к отопительному сезону. Важнее вопросов для ТОСов сегодня нет. И по этим позициям городские власти работают масштабно. Реконструированы километры инженерных сетей, построены новые линии канализационных коллекторов. Основной, конечно, вопрос. Мы уделяем, скажем так, качеству воды при водоснабжении. И стараемся внедрять на своих объектах какие-то новые технологии, которые позволяют обеспечивать и бесперебойное водоснабжение, и также качество воды. Хотелось бы отметить установки ультрафиолетового обеззараживания, которое у нас еще первое появилось в 2012 году на Барковской очистной водопроводной станции. И вот буквально в прошлом году была смонтирована на ОКС качественной водопроводной станции. Заместитель главного директора Рязанского водоканала Андрей Грошев также ответил на вопросы рязанцев. Жители города ждут прокладки канализации в районе улицы Рощи и замены водопроводных труб в частном секторе Недостоева. А также оперативного ремонта теплотрасс при авариях и щадящих условиях, переподключение потребителей к новому западному канализационному коллектору. Его сейчас строят в районе Семчино. Директор РМПТС Николай Семенов рассказал о капитальном ремонте и реконструкции городских тепловых сетей. На сегодняшний день мы еще пока заканчиваем работу. Может быть, кто-то живет там рядом и видит это. Это по улице Быстрецкой 20, это по Новоселов 15-17, это по Дзержинского. В частности, на улице Татарской мы сейчас также перекрыли движение, выполняем капитальный ремонт. На Горького и на Лыбецком бульваре. Могу, со своей стороны, заверить всех присутствующих здесь и всех жителей, что данные работы никаким образом не повлияют на запуск отопительного периода. Директор РМПТС Николай Семенов также подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону уже, по сути, завершена. Этих слов от него представители ТОСов и ждали. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».